Продолжение следует... Когда мы поглотили компанию Сайт Прогресс, после этого мы объединились с компанией Снег, собственно ее название стало головным для группы компаний, и с каждым из этих слияния мы наращивали некие компетенции, которые до этого у нас не было. Самая первая компания, которую я основывал, занималась только разработкой. Ничем кроме разработки она не занималась и в общем-то делает достаточно хорошо. Единственная система, с которой мы работали тогда, это был Битрикс. Поглотив компанию Сайт Прогресс, мы получили компетенцию в разработке на другой системе управления и, что самое главное, получили компетенцию в интернет-продвижении. Это всяческого рода интернет-реклама, маркетинг и так далее. При этом достаточно слабым звеном у нас оставалось направление дизайна, направление проектирования. И эту проблему мы решили, когда объединились с компанией Снег, уже получается два года назад. Собственно, после этого получилась группа. И вот в рамках группы мы в один момент поняли, что нам нужно выделить в еще отдельный бренд направление поддержки, потому что стал достаточно большой проблемой рост запросов на поддержку, а в рамках текущих бизнес-процессов тогда поддержку осуществлять было крайне неудобно. Это связано с тем, что длинная разработка, которой мы занимались, достаточно серьезно отличается от задач по поддержке. И, в общем, надо было делить бизнес-процессы. Это вторая причина, которой мы решили это сделать, это, собственно, внутренняя необходимость. Ну и третья причина – это маркетинговые причины. Как выяснилось, и мы предполагали, тогда уже начинался кризис, было понятно, что запросы на разработку, дорогую и длинную, с которыми мы привыкли работать, скорее всего будут снижаться. И для того, чтобы диверсифицировать финансовые потоки, мы решили в том числе собрать нижний сегмент по цене, по крайней мере, и в том числе заняться поддержкой. Собственно, что из этого получилось? Самая главная проблема при выделении какого-то направления или какой-то вашей компетенции в отдельную компанию заключается в том, что сначала нужно подумать, как организовать процесс. В случае конкретно с поддержкой, вообще поддержка достаточно понятный, я надеюсь, продукт для всех, для студии абсолютно точно, у всех студий есть клиенты на поддержке. И самая главная проблема, которую мы, по крайней мере, видели тогда и до сих пор понимаем, что она есть у большого количества компаний, заключается в том, что есть такая штука, как остаточный принцип. В чем суть? Допустим, у вас есть, я не знаю, штат из 10 разработчиков. Сегодня к вам пришел крупный клиент, все 10 разработчиков заняты и занимаются этим проектом 3 или 4 месяца. Все здорово. При этом те клиенты, которым вы сделали сайты до этого или какие-то проекты до этого, требуют от вас какого-то внимания, но достаточно маленького. Вам неудобно выделять на него время, потому что вся команда занята. И получается, что клиентов вы откровенно динамите. Это прям грустно, особенно для клиентов. Ну и на самом деле это грустно для вашего финансового состояния, потому что в случае, если с вашим основным заказчиком что-то случается, допустим, у него финансовые сложности и он не готов покрыть проект, например, сразу после закрытия, или там по финансовым условиям оплаты вы договорились не очень выгодно для вас, получается, что вы теряете достаточно большой пласт финансов, который могли бы получить. Именно поэтому мы отказались от этого принципа и выделили полностью команду, которая будет заниматься исключительно поддержкой. Второй важный шаг – это организация бизнес-процессов. То, что я сказал уже чуть ранее, что нужно отстроить те процессы, которые отвечают за создание основных продуктов и процессов, которые отвечают за поддержку, поскольку они разные друг от друга. В нашем случае мы пользуемся корпоративным порталом от Bittrex, и там прям отдельные места есть, где заводятся процессы и задачи по поддержке и задачи по основным проектам. Ну и, соответственно, автоматизация. Я только что об этом сказал. Ну и, естественно, если у нас с вами разные бизнес-процессы, мы обязаны создать некий набор регламентов, которые будут отвечать за другие процессы, которые мы создали заново, и, собственно, каким-то образом настроить там менеджмент. Еще одна проблема, с которой мы внезапно столкнулись, заключалась в том, что команда, которая выделена конкретно на поддержку, рано или поздно, ну, скорее поздно, в моем понимании, это там от 6 до 12 месяцев, начинает, ну, не совсем корректное слово, деградировать. Но мысль показывает верно. Смысл в том, что они перестают, занимаясь разработкой, следить за трендами, смотреть за изменениями внутри продукта или коробки, в рамках которой они работают, и вообще отслеживать какие-то новинки на рынке в принципе. А в случае с рынком разработки, который развивается крайне динамично, это прямо важно. И в итоге получается, что человек, проработав, допустим, год, занимаясь только саппортерскими задачами, они, как правило, связаны с прошлым тем, что мы разработали, то есть там используются старые технологии, вообще оказывается оторвано от реальности. И это грустно. Соответственно, нужно было придумать некие правила ротации сотрудников, их обучения для того, чтобы команда, которая занимается поддержкой, оставалась в тренде и могла в случае чего подменить основную команду или наоборот. Ну и, собственно, еще одна глобальная проблема заключалась в том, что нужно было настроить маркетинг. Оказалось, для нас это оказалось неожиданностью, продавать поддержку совершенно не так, совершенно не так, как продавать основной продукт. Нельзя сказать, что это было проще или сложнее, но скорее, наверное, сложнее. Появились некие интересные вводные, о которых я чуть дальше расскажу. Собственно, весь этот процесс в рамках группы у нас занял примерно месяцев, наверное, 5-7. И, собственно, компания запустилась, ну, условно, в начале этого года. Формально технический запуск был в конце прошлого, но полноценно она стала работать только вот совсем недавно, с января. Собственно, что у нас получилось в итоге? На данный момент у нас с вами сентябрь, я подводил результаты на конец августа, то есть за 8 месяцев этого года. От всех лидов группы через поддержку мы получили 23% лидов. На самом деле это достаточно большое количество, я не готов назвать их в штуках, но четверть – это прям очень прилично. Самое интересное заключается в том, что у них очень высокая конверсионность, в том смысле, что больше 60% перешли в реальные сделки. То есть это не просто обращение типа, ребята, посчитайте мне то-то или то-то, а давайте мы с вами посмотрим, как сделать так-то или так-то. Это реальные люди, которые реально платят деньги. Это прям тоже достаточно серьезный показатель. По основным, остальным компаниям группы такого показателя у нас нет даже в половину, наверное. Еще один интересный факт выяснился, и он заключается в том, что почти половина всех лидов, которые пришли на поддержку, вообще поддержкой не являются. Самое интересное, что большая часть этих запросов связана с переходом текущей системы, перенос текущего сайта на систему Bittrex. Это процентов, ну вот, собственно, из этих 40 практически все. Это касается и маленьких сайтов, и крупных магазинов, и порталов. То есть это прям достаточно странная ситуация, мы совершенно не ожидали, что так будет, потому что вот эти лиды просто берутся, и из одной CRM, ну, из одних ответственных просто переставляются на другие, и дальше с ними ведется работа уже в рамках группы, что достаточно удивительно. Ну и, собственно, практически все эти люди, которые пришли и обратились за поддержкой, остались, собственно, постоянными клиентами, мы с ними разрабатываем определенные планы на развитие дальнейшее, и, в общем, они стабильно из месяца в месяц приносят нам какой-то доход. Достаточно неожиданным оказалось то, когда я говорил про маркетинг, что в этом сегменте поддержки почему-то, как нашим, по крайней мере, на моем текущем понимании, перестало работать SEO. Очень странно, мы думали, что этот канал будет являться основным, и замечательно работает, например, контекст, и совершенно не работает сарафанное радио, которое в случае с основной разработкой в группе является практически основным и единственным самым мощным каналом, через которого мы получаем лиды. Собственно, на этом у меня все. Большое спасибо.